Верующего в отдельности, помните, вот в том самом золотом стихе Иоанна 3,16, вот, и там же Иисус в этой третьей главе, он сравнивает себя вот с той историей, медным змеем, помните, да? Вот, и он говорил, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть он сравнил себя с этим жертвенным изображением, будем так говорить, да? И сегодня, ну да, для нас один, в нашей Пасхе, лишь один образец, как бы, да, это Агнец Божий. Агнец Божий, закланный за нас. В восточном православии, да, вот христианском понимании, больше акцент на воскресение, известно, ставится, на воскресение Христа. И, значит, это очень, на мой взгляд, очень правильно даже. Потому что, если Христос не воскрес, то мы еще во грехах, то вера наша тщетно написана вообще. Вот, поэтому очень важно, действительно, на Пасху, вот, или вот эти все, все эти пасхальные, эти вот, ну, будем так говорить, дни, да, празднования Пасхи, людей внимания обращать именно к распянному за нас Иисусу и воскресшему Христу Иисусу. Аминь. А вот, когда люди носят яйца окрашенные, светить и пасхальные куличи в церковь, это тоже уже из язычества пришло? Оно пришло из язычества, но, знаете, я стараюсь людей так, вот, не пугать людей, потому что, если всю правду рассказывать, то, скажу так, это будет очень сложно людям вести, честно говоря, серьезно. Поэтому, не то, чтобы я обманываю, но я не все правду сразу говорю. Я, да, конечно, да, это из язычества, но я, вот, стараюсь, знаете ли, людей направить к Богу все-таки, к Христу. Вот, как вы, да, используя, да, через это, говоря им о Христе. Вот, чтобы, понимаете ли, как в той притче, притче есть ставни и свечи, вот, мне очень понравилась она, эта притча. Значит, на улице яркий день солнечный, но ставни закрыты, люди в полумраке сидят при свечечках. Зашел с улицы человек, стал, значит, критиковать их за эти отцы, за полумрак этот, за эти свечечки, его выгнали. Другой зашел, стал тушить эти свечечки, его тоже выгнали в шею. Зашел третий, он посмотрел, не стал, не говорите, там, не стал, там, критиковать их, там, тушить свечки. Вышел на улицу, а стал открывать ставни, и свет пришел в этот зал, в это помещение. И люди сами потушили свои свечечки. И мудрость такова, что мы должны призваны давать этот свет. Вот, потому как бороться с всяким его рода язычеством, значит, и это, скажу так, так, порой как бороться с медленными вельницами, знаете ли, оно, ну, толку очень мало. Честно говоря, вот по практике, вот, своего служения религиозного, да, вот, значит, уже достаточно долгого, уже больше 30 лет уже служения православного. И скажу, что первых 10 лет это было традиционное мое служение, потом уже 20 лет, уже больше 20, это реформаторское такое уже, евангельское православное служение. И я вижу, что действительно, вот, панацеей, как бы, для христиан исцеляющая сила лишь воззреть на Иисуса Христа. Поэтому я, вот, не знаю, все больше и больше убеждаю, что прав был, вот, Александр Мень, который говорил как раз, что реформация это Христос. Вот, указывая на Христа, это и есть реформация. То есть, я понимаю, что действительно так. Когда указываешь на Христа, само собой, все остальное уже уясняется для человека. Вот, допустим, рассказывая, там, допустим, о еврейских традициях, рассказывая о языческих традициях, о разных, но всегда, либо совершая пасхальный седр, либо участвуй, там, ну, в служениях, таких традиционно христианских служениях, да, ну, языческих уже, как бы, да, с элементами, там, оккультного всего, но я каждый раз говорю так, что для меня моя Пасха это сам Иисус Христос. Где бы я ни сидел, за коршерным листолом на седере, либо, ну, с язычниками, как язычник, но я всегда стараюсь всем говорить, и обрезанным, и не обрезанным, всем-всем, о том, что наша Пасха это сам Мессия Ишуа, это сам Христос Иисус. Он спаситель всем нам, абсолютно всем нам. И чем больше вникаешь в Писание, вот, Новозаветное послание Павловое, тем больше видишь в них мудрости, действительно, и понимание правильного. Как ни странно, даже те, кто были возле Иисуса, они не так его понимали и не так поняли до конца Христа. А тот, кто, казалось бы, примкнул позже, да, значит, по времени своего, он уже не был в команде Иисуса, да, Павел, Савл, это изначально. Но самое интересное, ну, он лучше понял Учителя, и лучше раскрыл в Писаниях своих, значит, то, что Господь именно, ну, принес, то, что Он дал людям удивительным образом. Поэтому в этом таинстве есть определенное такое, церковное таинство. Церковь это живой организм, не просто даже, вот, если храм сравнивать, третий храм, то он из живых камней созидается на основании апостолов и пророков, имея кроугольным камнем самого Иисуса Христа. Поэтому я говорю всегда, что наша Пасха это сам Иисус Христос, сама личность самого Христа. Вот, и, допустим, если я, значит, там, ну, мусульманам проповедую, мусульманам, казалось бы, другая религия, совершенно другая религия, да, значит, хотя с элементами, вот, Ветхого и Нового Заветов, будем так говорить, впитавшие в себя многие вот эти вот учения библейские Ветхого и Нового Заветов, но это, по сути, другая религия уже, но многие вещи там совершенно по-другому звучат, и мне часто, вот, Бог дает такое, проповедовать мусульманам, ну, и моим родственникам, значит, во-первых, я по матери татарин и вырос, ранее детство мое прошло в татарской среде, значит, там, мусульманской среде, и поэтому для меня, как бы, ну, знающего вот эту культуру татарскую, значит, мне в чем-то даже проще даже им проповедовать, вот, и я говорю им, не Иисус Христос, допустим, а Иса Масих, говорю, значит, и говорю, что Иисус Иса, да, это мой курбан, когда мы едим мясо, сидим, курбан едим, да, я им рассказываю о том, что для меня моим курбаном является сам Иса Масих, вот, я им рассказываю, почему это так, почему, и не просто им цитирую из Нового Завета, им это, как бы, ни о чем не говорит, фактически, а рассказываю это, вот, даже из, цитирую некоторые места из Корана или же из хадисов, рассказываю им о том, что им понятнее, им, как бы, для их культуры более понятны, их религии, вот, но, конечно же, свидетельствую о нем, как о Боге живом в моей жизни, что он совершил в моей судьбе, и побеждаю кровью Агнца, получается, и словом свидетельства, слава Богу. И так везде, иудеям проповедую, как иудеям, мусульманам, как мусульманин, христианам, как христианин проповедую, но для всех я цель имею одну, о спасении во Христе Иисусе, спасителе нашим, Господе нашим, слава Богу. А вы хотели что-то спросить тоже? Ну, у меня какой-то вопрос, продолжение, вот, того, что, как я спросил, зачем нам Паску праздновать. Потому что, по сути, сейчас, вот, как вы говорили, информация, которая, ну, 500 лет назад была, и, по сути, люди просто поняли, что что-то и то не делают. Вот мы сейчас тоже, может быть, сейчас мы остановимся, подумаем, а может быть, мы что-то тоже и то делаем? То есть, вот эти вот языческие праздники, которые там на Рождестве... Конечно, 100%. Церковь к этому уже идет уже. И вот последних 50 лет, 60-50 лет последних, церковь к этому идет очень серьезно. И вот последние вот эти годы набирают все больше и больше актуальность именно вот этот новый этап, в этой реформации новый этап. И знаете ли, я в этом не вижу ничего плохого, наоборот, только хорошее. Потому что это говорит о том, что церковь, она живая, она не закостенелая, это не секта какая-то, знаете, закрытая в своих интересах, а открытая. И реформация, я так говорю, это возвращение к хорошо забытому старому, к основанию. Мне это даже еще больше удивительнее, потому что вот православие, если брать, мое служение вообще православное, да, то оно вообще наполнено всем этим. То есть для меня это вопрос еще и чести, и вопрос возрождения самого православия. Я не знаю, как оно дальше будет идти, возрождение-то православия, но я верю в силу воскресения. Вот на собрании я говорил об этом воскресении, да. Я это, ну, даже потрогал, как фомат какой-то, потрогал своими руками. Я не знаю, как это будет, но я знаю, что точно будет, как воскресение из мертвых. И помните, когда Моисея Бог послал, да, то он дал ему какие знаки, знамения? Значит, посох, да, значит, бросил, и этот посох стал, ну, там, в переводе русском змеем, змеей стал, да, так он крокодилом или змея, там, что такое, рептилией. Вот, значит, и их взял снова за хвост, и снова это превратилось в посох, в жезл, да. То есть, мертвая материя стала живой, это уму непостижимо. Получается, что не просто образ, как будто бы, а в действительности стал живой. То есть, это образ того, что Бог может и из камней детей Аврааму поднять, может и мертвая материя сделать живой. Бог, это как сила воскресения, сила оживления, сила чудотворения. А потом, говорит, за пасуху руку засунул, высунул, она была вся прокажена. Проказа, неисцелимая болезнь, лепра. Даже сейчас, в наш век, знаете ли, нет таких мазей от проказа. Но самое интересное, снова засунул руку и высунул, и она была чиста, очищена. То есть, в мгновение ока, быстро. И это знак какой? Что даже самые неисцелимые раны, допустим, церкви, да, допустим, общества, Бог может исцелять в мгновение ока. Не просто процесс постепенный, когда-то там, через какие-то поколения, а вот так, раз и все. И исцелел. Слава Богу. Я думаю, что церкви, один из признаков жизни церкви, это как раз незагостенелость. Это готовность, открытость к переменам. И это очень важно. В Израиле, к сожалению, народ, если брать времен Моисея, далеко не все евреи были освобождены из рабства. И археология сегодня полностью подтвердила вот то, что это так и на самом деле и есть. Но зато с разных народов, проживавших там в Египте, люди уверовали в Бога Аврамова и пошли вслед за Моисеем. А это о чем говорит? Что изначально было показано, что в первую очередь не просто по национальному признаку какому-то, а Бог действует по вере. Бог смотрит на сердца человеческие. Он смотрит не просто на твое положение, ты раб или свободный. Потому что египтяне, многие вышедшие, они были свободными гражданами. Они не были формально рабами, но они поняли, что они были рабами греха. Они были рабами своих богов, этих неправильных, ложных представлений своих. И они вышли на свободу. То есть изначально Пасха это был праздник свободы. Слава Богу. Так что, да, и даже положено было есть ее Пасху. Как? Облаготесно, а Левый Бог, как делали свободные граждане и поднимают тосты. То есть, как свободные люди. Ладно, друзья. А вам об истории церкви древней или современной больше? Вот, смотрите. Вот. Я говорил о первых столетиях, да, о гонениях. Помните, да, первых 300 лет наших братьев там даже порой потехи ради бросали на Рене Колизея, на растерзание львам. Но самое интересное, верующие, да, даже такие страшные эти испытания, гонения, да, и смерть даже, и расхищение имущества, значит, и лишение прав родительских детей, изымали у них, значит, там, и казнили. Все это воспринимали, ну, большинство верующих воспринимали именно с оптимизмом, смотря, взирая на начальника веры и совершителя веры Иисуса Христа. Представьте себе, друзья. Вот, есть чему поучиться, да? Вот, значит, и скажу так, что Бог действительно всегда во все вот эти два тысячелетия, несмотря ни на что, сохранял свою церковь, и даже многие проповедники древности, Тертулиан, допустим, говорил, что кровь мучеников как семя церкви, говорит, даже. Потому что там вновь, вместо одного павшего, знаете ли, вырастала порой целая община, люди поднимались, верующие на его место, слава Богу. Вот так вот, так что я понял, так что мы христиане такой особый народ, верующие вообще люди особенные, из-за особого теста слепленные. Чем больше нас, значит, гонят, тем крепче мы становимся. Вот так вот. Слава Богу, да. Как появилось христианство в Древней Руси? То есть, как бы, слышал по преданиям, что апостол Андрей дошел сюда, или как это произошло? Да, есть такая, ну, легендарная, правда, история, но есть такая история. И, в общем-то, точно никто, конечно, не скажет вам сейчас об этом, потому что, ну, в Писаниях об этом не говорится, да, о путешествии Андрея. Но есть такая легенда, предание, предание. У Нестора записано на летописца, но, хотя Нестору верить, как бы, себя не уважать. Нет, действительно, я не хочу плохо о нем сказать, но просто на сегодняшний день наука в большинстве своем все сочинения Нестора опровергает. Не в обиду будет сказано никому. Дело в том, что Нестор, и понять его можно, он был продуктом своего времени. Не вы же он плохой был человек, нет, просто он продукт своего времени. А в то время врать было, считалось, при дворе это вообще было очень даже хорошо. Сочинять историю, переписывать историю под себя считалось очень хорошо, хорошим делом. Вот, значит, и, как бы, и Нестор, по сути, он писал так, как, ну, будем договорить, было сверху одобрено, будем так писать. Вот, значит, да, значит, и, ну, как бы, сочинительством таким занимался, хотя, вот, касательно крещения Киевской Руси, да, то, ну, как бы, больше или меньше, там, достоверно у него говорится. Вот, ну, а по поводу Андреева путешествия, честно говоря, вот, не очень-то верится, потому что, согласно Нестору, да, значит, этим летом, значит, Андрей Апостол был здесь вот в Киеве, ну, на горах этих, да, тогда, как бы, здесь не было города, а он благоставил его, потом здесь город возник, как бы, с его благоставения. Но, на самом деле, археология подтвердила нам, что задолго до Андрея уже было здесь постоянное поселение, постоянный город, существовал уже, еще раз, за тысячу лет даже до Андрея непрекращающееся было здесь поселение. То есть, если бы Андрей был здесь на этом месте, то он не мог видеть просто пустыню или холмы, он видел бы уже по тем временам большой город относительно. Вот, поэтому, как бы, значит, немного неувязочка. Но, почему так писал Нестор, ну, понять сегодня можно его так, потому что, понимаете ли, заявить, что наш город, столица, да, значит, Руси возникла с благоставения апостола, как бы, это круто, как бы, перед державами западными и восточными, как бы, понимаете ли, вот, как бы, это, ну, чтобы доставить, прибавить имиджу себе. Вот, поэтому переписывали историю за просто так. Вот, и так во всем, там, в принципе, во многих вещах. Вот, но, но, по крайней мере, крещение Руси было совершено, ну, как, вот, великий русский писатель говорил, Николай Лесков, я с ним полностью солидарен, чем больше изучал материалов по истории Руси, крещения Руси, тем больше я Лескова одобрял слова. Он сказал так, ну, еще в конце 19 века, изучая материалы, и здесь работая, кстати, в Киеве одно время, работая в архивах этих, вот, монастырских этих, хранилищах книг, он, изучая эти летописи, написал следующее. Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. И потом он еще написал одну вещь. Правда, то, что он писал тогда, это было крамольно, считалось, в царской России. И он писал, будем так говорить, в стол, в общем-то, не ожидая, что это будет опубликовано, но мы ныне знаем его, вот, эти записи, его размышления. И тот же самый Николай Лесков написал так, что, о главной проблеме написал, что он, говорит, Владимир, князь вот, Владимир, он принял вот христианство, но не принял Христа. Как религию. Вот даже он был облучен от церкви православной, потому что разуверился в традициях, в культуре тогдашней христианской и в религии. И знаете, но Христа он больше и больше на Христа внимания обращал, и все меньше на религию, как на православие, на христианство, как на религию. И знаете ли, что вот в Писаниях, да, Иисус о царстве своем, о церкви своей, да, Он говорил в притчах. И его притчи, они вот действительно вот рассказывают о царстве, о церкви. И даже воскреснув из мертвых, на протяжении сорока дней являясь ученикам своим, Он говорил им о царстве своем. То есть опять-таки, снова и снова, как говорится, паки и паки, да, это значит снова и снова, вновь и вновь. Он напоминал им о царстве своем, о церкви Божьей. И Он говорил, что не вот, как бы, сети царства Божьего, да, Евангелия и не вот, Он не только хорошую рыбку достанет, но и много негодной будет рыбы там, в этих сетях, увы. Допустим, еще пример, он, в каждой притче он говорил еще, ну, скажу так, какая-то ложка дегтя, по крайней мере, была. Вот, допустим, хорошее на поле было семя посеяно, да, но потом проспали дежурные, проспали те, которые должны были следить за порядком. И что, надзиратели, да, епископы, проспали. И что получилось, пришел враг ночью и посеял сорняки свои, плевелы разбросал. Это как Сталин, помните, да, вот этот борщевик называется, да, растение. Ужас такой, да, наших полей и дорог, значит, и, значит, ну, как бы, я перепроверял информацию на всякий случай. Думаю, а вдруг это, как бы, наговор? Нет, на самом деле, Сталин, предчувствуя, что скоро ему уже все, конец, он решил после себя оставить проклятие этой земле. Вот, было несколько вариантов, и один из вариантов ему понравился, такой сорняк, который нельзя было бы искренить вообще, чтобы вот навеки помнили его, как бы, вот, вспоминали. И так и назвали проклятие Сталина. И перед смертью он приказал множество семян вывезти этого борщевика, и по всем, по всему Советскому Союзу ездили машины, железнодорожные составы, и везде распыляли этот борщевик. Везде, везде, по всему Союзу. И потом проросло это все, значит, и его до сих пор растет, понимаете, или не можем с этим, да? Вот, это пример, то есть, Сталин, он, как бы, перед смертью, он стал похож вот на того, знаете ли, как вот, допустим, человек умирает, и он хочет с собой еще побольше взять людей еще, да? Вот, он хотел побольше гадости всех оставить. Вот, похоже, вот, как бы, в той притче Иисуса пришел враг и посеял плевел, особняки разбросал. И потом все это стало расти, и то, и другое. И, в общем-то, согласно притче Христа этой, до пришествия его, второго пришествия его, получается, на огороде Царства Божьего будет расти и то, и другое. Да? И то, и другое. И хороший злак будет расти. И будет расти всякого рода сорняк. Но, опять-таки, почему? Это не пофигизм. Это не то, чтобы, а, пускай все растет, она как растет. Нет, я верю, что в этом есть Божье милосердие, Божья любовь. В этом есть, слава Богу, в этом есть Божий план спасения, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть, Бог дает шанс даже самому последнему сорняку на огороде Царства Божьего стать чем? Великим злаком. Слава Богу. То есть, невозможным человеком, возможное Богу. Аминь. Ну и другие притчи, конечно. И, конечно, вот самая, считается, такая страшная притча, вот, ну там по этим притчам у меня есть отдельные беседы по этим притчам. Все притчи Христа о Царстве, они нам показывают, что Иисус не питал иллюзий относительно Царства своего. И Он не говорил, чтобы мы смотрели через розы в очки на все, что будет происходить. Он говорил правду, что действительно все будет очень плохо в Его Царстве, в Его Королевстве. Но самое страшное для современников, для нас это может выросших в другой культуре совершенно людей, понимаете ли, тем более в славянской культуре, понимаете ли, или в татарской культурской культуре. Понимаете ли, эта притча, она не такая страшная. Как была страшна, она для его современников. Притча о трех мерах муки взяла женщина, закваску и бросила в три меры муки, пока не вскисло все. Вот в современной интерпретации даже это порой кажется хорошей притчей, и многие проповедники используют это как хороший пример. Но в нашей культуре современной это допустимо, как бы, такой метод даже есть в Гомиолетике, в науке о проповедовании, если даже такой пример такой интересный есть. Но если брать строго по именно израильской культуре, а ведь Иисус говорил евреям это и говорил это в еврейской своей культуре, то это очень страшная притча. Она самая страшная из всех предыдущих притч, потому что говорит о том, что все вскисло, закваска, знак порока, лукавства, греха, проклятия, беззакония. И вскисло все, абсолютно все, все три меры муки. То есть это знак того, что порок, лукавство пройдет во все тело его. То есть по сути метастазы греха по всему телу Христа распространятся. И не будет даже такого органа в его теле, который не будет поражен этими метастазами. Это очень страшная притча, но с другой стороны у Бога же есть ответ. У него же есть решение. И конечно самое прекрасное решение дает апостол Павел, который понял Христа, я говорю даже порой лучше, чем многие его ближайшие соратники, ближайшие ученики. Он сказал, помните, очистите старую закваску вашу, так как будет бесквасной. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. То есть представьте, с одной стороны призыв очистить закваску, с другой стороны он видит нас уже бесквасными. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Так что пусть Бог из кулича нашей греховности сделает массу своей праведности. Но по-человечески это невозможно. Представьте, вот если допустим, вот я говорю, допустим, муж жене сказал, вот, ну, испеки мне пирожков, да, приготовь, что из теста. Она поставила тесто, тесто уже пышет, уже все, оно уже поднялось, уже вот-вот можно лепить, уже все готовить. И вдруг муж говорит, нет, я дорогая, я не хочу дрожжевого теста, да, мне что-нибудь из пресного сделать, пресного теста. Надо новое замесить? Не-не-не, вот это же только сделай пресным теперь. Знаете ли, даже Золушка была бы в шоке. Даже злая мальчика, значит, ну, значит, так не издевалась над ней. Вот, то есть, это невозможно. Если уже процесс брожения пошел, оно уже стало дрожжевое, очистить старую закваску невозможно, все. Но Господь призывает нас это сделать. И как это сделать? Так, как вы бесквасны. Как же так? Мы же за, за, уже, нас вспучило всех, значит, мы уже так уже, закваска греха всей этой. А Бог нас видит бесквасными, потому что Пасха наша, Христос, закон за нас. То есть, если будем взирать на Христа и взирать на Бога, а Бог у нас вот это через Иисуса Христа, Он видит нас безгрешными. Он видит нас бесквасными. И в этом есть наше исцеление. То есть, только во Христе. Только во Христе исцеление церкви. А закваска, всякое, это означает порог, лукавство, грех. А Иисус призывал беречься учеников от закваски, даже вот таких вот видов. Фарисейской, Саддукейской и Иродовой. Вот, Фарисейская, это чисто религиозная закваска такая. Вот, Саддукейская, это такая религиозно-политическая закваска. А Иродова, это уже откровенно политическая закваска. Вот этих трех видов закваски Господь призывал беречься. То есть, это то, что тело Христа действительно на протяжении столетий, тысячелетий погубляло. Да, у нас история христианства, для тех, кто присоединился попозже, значит. Ну, и о Пасхе тоже вспоминаем. Вопросы, ответы. У вас какие-то вопросы есть по истории христианства? Да, ведь Господь уже грядет, да? У меня такой вопрос, как бы из... А можно подойти? Да. Вопрос такой из воскресной школы. Вот, сама Гиблия была сформирована на одном из соборов, Христа Трекий или Четвертый, я просто точно не помню. Просто почему 66 книг, почему другие книги не взяты? Дело в том, что удивительная история. Соборы Библию не формировали, в общем дело. Соборы, поместные, допустим, соборы, значит, в Сыренске, они этим не занимались. Как сейчас, порой преподается, к сожалению. Но это неверная информация, это полуправда. Это порой, ну, на грани дезинформации даже. Дело в том, что, и как сейчас говорят, такой не ложь, а фейк, знаете ли, запущен, религиозный. Но очень популярный, потому что его многие у себя постят, и многие как бы им делятся. Поэтому он стал популярным уже. Это же в Википедии написано. Ну, а в Википедии кто пишет? Такие же гумусапиенс, знаете ли. Но дело в том, что, значит, я про себя прочитал в Википедии, я чуть не упал вообще. Вот, это при живом свидетеле, я жив, они пишут такие вещи, что я сам о себе столько много узнал нового, я в жизни знал, что я такой, оказывается. И такой, и всякой, и раз такой, значит. Вот это да, думаю. Думаю, да, да, хорошо, что, ну, как бы, когда интернет и не знал, легче жилось как-то. Ну, вот, поэтому, понимаете, значит, и как им доказать, что я, ну, я это я. Вот. А что уж говорить про события двухтысячелетней давности, господа, двухтысячелетней давности. Соборы, я изучал историю соборов, поместных, вселенских соборов. Знаете ли, и чем больше я вникал в эту тему, тем больше я убеждался, что ни один из соборов таких постановлений не принимал. То есть не было даже формулировки такой, что вот мы посовещались и решили там такие-то книги назначить Бога Духновенными, обозначить такие-то отсечи. Соборы, ранние первые соборы, они лишь констатировали факт, что мы признаем эти книги, потому что они имеют хождение по всему христианскому миру, они признаны всеми христианами, значит, и на востоке, и на западе. Вот этих 66 книг, как мы говорим, да, значит, из писаний. Еще один из книг есть, мы их называем как второканоничные, католики их называют, или же неканоничные, значит, в православии их называют, а католики называют их второканоничными еще. Вот, но опять-таки, второй канон они придумали на зло протестантам уже в 16 веке. Когда началась реформация, то чтобы продемонстрировать, как бы, проиллюстрировать, что мы имеем власть над Библией, вот, было сделано решение такое принято в канон, включено еще дополнительных один из книг, чтобы показать, во-первых, чтобы для обывателя немаловажно, что у них, у вас там, мол, протестанты, другая Библия, и что мы имеем власть над Библией. Понимаете ли, в чем вопрос? Яйцо или курица? Если мы Библию создавали, да, мы ее формировали, мы ее делали, как вот сейчас нам промывают мозги, порой, в семинариях православных, как и католики тоже учат многие, и некоторые протестанты, то тогда, некоторые лишь, слава Богу, так вот, тогда, получается, если мы Библию создавали, то мы можем ее и не послушаться, тогда мы выше ее. Но если Библия дана Богом свыше, тогда, ой-ой-ой, тогда, если мы не выполняем ее слово, повеление, то тогда мы имеем проблему с Богом самим. Вот в чем дело. Есть вопрос послушания. Если мы не хотим слушаться Бога Всевышнего, то тогда мы демонстрируем власть над Его словом. Но Бог взирает на тех, кто не над Его словом, а, наоборот, благоговеет перед Его словом, наоборот, слушается Его слово, блаженнослышащий Слово Божие, исполняющий Его. Библия, в общем-то, как ни парадоксально это звучит, чаще всего в истории сохранялась не благодаря даже церкви, а вопреки даже церкви. Этому есть очень много свидетельств. Очень даже, к сожалению, ваше здоровье. Да, за реформацию. Первый тост. Да, первый тост. Еще четыре. Ну, несли воду, но вино превратилось, да, уже? Да, первый бокал он поднят уже. Так что, да. А вот, ну, взагалі, не по теме, ближе так до сучаснейших проблем. От, ну, дивлячись на те, что в Украине, ну, якщо глибоко дивитися, то багато христиан, вони, не христиани. От, взагалі, для того, щоб людям евангелизувати, ну, какие методы эффективного, как бы, просветництва, чтобы людей зацекавить христианством, потому что багато людей зараз просто не доверяют ни церквам, вони бачить там, ну, які просто бредовые речи трапляються. От, як людям просто показати, що христианство – це справді істинна, яка дове можна в житті. Щоб це їх реально зацікавило людей. Ви знаєте, в чому-то, іногда я себе ловлю на мысль, що і з практики своїй, як евангелист, мені проще порой проповедувати нехристианам, тим, хто не знає христианської культурі. Допустим, коли я проповедую мусульманам тем же самым, мені в чому-то проще проповедувати, тому що, якщо вони приймають, вони приймають просто за чисту монету самого Христа. В чому дело. Але людям вирішено в христианской культурі, а Україна, она дуже сильно замішана на христианстве. Здесь, особливо западна частина України, де сохранились христианскі корни, с одной стороны, це велике благо, с другой стороны, це вже внесет себе і формалізм, культура христианская, она двоякою ролью играє, понимаєте ли? С одной стороны, хороша, с другой стороны, понимаєте ли, як якась прививка, знаєте ли, якщо даже прививка от возрождения духовного. Человек вроде бы как бы переболеє христианством, але не вмрєт, знаєте, як реформуваний грешник, такий будемо так говорити. А наша задача, щоб людина умер для себя, щоб воскрес для Бога, щоб действительно совершилось духовное перерождення. Але саме effективне для всіх случаїв, безпроигрышно всегда, в моїй личній практиці, для христиан, чи не для христиан, більшіство у нас людей, і в Україні, номинальне, к сожалению, христианне, номинальне, але безпроигрышно работает свидетельство, коли я розказую, що Бог совершає в моїй жизни, в тому, що Бог... І, дійсно, коли людина соприкасається з настоячим, з неподдельним, не просто з убедительними словами человеческой мудрости, а з явлением духа і сили, в тому числе в його жизни, конкретно його жизни, тоді вже все інше. Тоді є дійсно можливість достучатися до самого нутра человеческого, до самого сердця человеческого. А наша задача именно в цьому, щоб слово проникло вглубь єдества человеческого. І тому, в деле евангелизиції завжди важливо слушатися того, що Бог говорить. Іногда треба молчати, хочеться сказати. Іногда, наоборот, не хочеться сказати, а треба говорити. Через не хочу, треба сказати. Понимаєте ли, тому тут нельзя один рецепт для всього порекомендувати. І з свого христианського служення я вынес таке, що я завжди імпровизую. І прошу Бога, допустим, даже утром, обмоляюся, обновляю милость, Бож'ю в своей жизни, я завжди прошу Бож'ю, дай сегодня кому мене можна буде сказати, чи зробити, чи зробити, що-то можна завершити, ябити Христа, і Бог дає, саме інтересне, тому що він вперше заинтересован в цьому, і він дає які-то встречи, які-то, ну не знаю, безседи, попутчиків, не знаю, там, він дає можливість посеїти. Я думаю, що первые христиане також поступали, тому що, ну, їм в чем-то було проще, але в чем-то їм було і архи зможено. Тому що в то время мир не знал такого феномена, як христианська культура. Допустим, во Львов я приїжаю, с одного боку радуюсь, що люди все здороваються, я вже говорив, на служенні, слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. Я первый раз попав, коли я думав, ну я на земле или на небесах уже, ущипнити мене, или мне это не злится, а не на самом деле. Да щоб я так жил, думаю, щоб утром, по утрам, за место здрасти, люди так славили Ісуса Христа. Ну, конечно, там два-три дня, а потом я вижу, что многие из них там, он как бы, то есть они говорят слава Ісусу Христу, но многие из них не имеют в виду самого Ісуса Христа, вот че дело. Вот. И это, ну, удручало. То есть, как бы, это как, знаете, слава алейкум, алейкум асалам, да, значит, да, слава Ісусу Христу, навіка слава Богу Святому. Вот. Архипелаг Гулаг, Гулаг Архипелаг, да, как бы, в старом советском анекдоте. Вот, значит, и, в общем-то, оно как бы все на таком уровне было. Вот я понимаю, что стресс должен быть какой-то. Он помогает часто. Это, я как помню, на Пасху какую-то, православную Пасху, значит, в метро, выхожу из метро, слава, а, Христос воскрес. И девушка проходит мимо меня, говорит, воистину воскрес, знаете, там так, прям, как об стенку горох, воистину воскрес, знаете, пим-пом. Христос воскрес, воистину воскрес. Значит, и, а я тут же спрашиваю, импровизирую, а вы воскресли? Как воскрес? И давай говорить о Христе, ну, чтобы принять Христа, действительно. Вот, там, вышел из метро, там, офицеры стоят, значит, выпивают, закусывают, значит, у стойки, значит, отмечают праздник. Ну, тоже похристосовался, о, батюшка, вот, с нами, там, по 50 грамм, значит, там, я говорю, не, извините, говорю, ребята, а мне один там офицер, постарше, который из них, там, говорит, та людина еще на пье, або бодло, або хворо, я говорю, або веруюча, так не сказано, говорит, вот, то есть, понимаете, ну, как бы, но, слово за слово, начинаем разговор, значит, о том, о сем, и где-то прорастет, кто-то закрывается, а кто-то, наоборот, раскрывается, понимаете, но в любом случае, даже там, где проповедь прямая, почти невозможна, или невозможна совсем, прямая проповедь, бывают такие случаи, то для свидетельства нет никаких преград, просто когда я говорю о том, что Бог совершает в моей судьбе, или совершал в моей судьбе, я свидетельствую о силе Бога, о Его милости, и это работает, ну, 100%, всегда 100% работает, вот из моей практики, я помню, как одному чечену проповедовал, я хотел ему проповедовать, но он был очень закрытый, он вообще христиан не воспринимал никак, и, понимаете ли, очень религиозный, набожный человек, вот, и, а у меня было большое побуждение ему проповедовать, я не мог начать, не знал, как, и, знаете ли, в очередной раз, он когда с намаза вернулся, значит, и я был недалеко от него, а для него все остальные нечистые люди, и, как бы, и, ну, там еще, вот эта гордыня, и религиозная, и национальная, и, как бы, все это перемешано, понимаете ли, и гремучая смесь, но мне очень хотелось ему, видно было, душа у него, ну, такая чистая, ищущая, и мне хотелось с ним поговорить, понимаете ли, и, я нашел возможность, я стал его спрашивать, говорю, а вы, выросли, я вижу, вы набожный, религиозный человек, вот сейчас снова с намаза вернулись, как бы, каждый раз на намаз ходил, он, а он с неохотой, там, начал говорить, что да, да, как бы, видно, что он не хочет разговор продолжать, вот, обрезал меня, как бы, от разговора, а я, как бы, ну, вроде, как бы, так, не понимаю, так, под дурака, вот, дальше я ему спрашиваю, значит, а потом стал говорить ему, он, видимо, с неохотой слушал, то, что я ему говорил, а я стал ему говорить, говорю, а знаете, говорю, а я вырос в семье атеистов, вот, вот, видно, я понял, что я его поймал, ему интересно, как же, я ему стал дальше рассказывать, вот так и так, что вот, я никакой теории не знал религиозной, вот, значит, говорю, и не знал о Боге вообще ничего, вот, хотя, вот, по матери Татарин, говорю, по отцу еврей, но я не знал ни еврейского Бога, ни татарского Бога, ничего не знал, вообще, я вырос, вот, советским атеистом просто, русским атеистом, или так вот вырос, и знаете, ну, я ему сказал, говорю, но я пережил с ним встречу, с Богом встречу пережил, он как-то так начал рассказывать, и вижу, я его заинтересовал, говорю, я умирал, я говорю, умер, вот, в неполных 13 лет, у меня была встреча с Богом, 12, мне было полных лет, уже 12 с половиной мне было лет, когда я пережил с ним встречу, я умер от пневмонии, вот, двусторонней пневмонии, врачи не смогли спасти, оба легких оттепли, наступила смерть, вот, как бы, моя жизнь тогда оборвалась, то есть, если бы Бог не вмешался тогда, вот, в это все, в мою судьбу, в бытие мое, да, то я бы остался так бы, вот, вечно, юным, как бы, пареньком, сгнил бы в могиле, дано бы уже, вот, значит, а что было бы с душой моей, одному Богу известно только, знаете ли, но я был перед Богом, я выходил из тела, я был перед Ним, конечно, я очень себя глупо чувствовал, реально очень глупо чувствовал, потому что, по первости, первые секунды, потому что еще до момента смерти, за последние секунды даже до смерти, я не знал даже, что Бог в природе вообще существует, что Он, ну, что есть Бог вообще на свете, я даже не знал об этом, что есть какая-то жизнь, какая-то жизнь за порогом смерти вообще, вот, поэтому я, когда умирал, я понимал, что я умираю сейчас, меня выдавливало из тела, но я понимал, что сейчас я перестану существовать, испарюсь, перестану существовать, но самое интересное, когда я умер, я не перестал существовать, я это все чеченному рассказывал, и было видно, что его это все очень сильно зацепило, я ему дальше рассказывал, о том, как пережил с ним встречу, что Бог меня помиловал, я вернулся, воскрес из мертвых, и Бог меня исцелил, говорю, когда я вернулся, что такое умереть от того, чтобы легких твоих отекли, страшная боль, я свистел, хрипел, при любой попытке, вдоха, выдоха перед смертью, и меня давило сюда на грудь, когда выдавливало, я свистел, хрипел весь, но когда зашел в себя снова, заполз, постепенно заполз, зашел в себя постепенно, постепенно, и до самых пятых, знаете, как колготки одевают, и до конца, прям раз, уже почувствовал, вот эти ступни свои, все, я был в себе, я мог шевелиться уже тогда, и самое интересное, я не хрипел, не свистел, оба легких очистились, если в мое воскресенье врачи попытались маме моей тогда, и папе моим родителям, как-то объяснить скрытый резерв организма, или что-то еще на глупости всякие, какой скрытый резерв, когда уже смерть уже, притом от отека обоих легких, вот какой там скрытый резерв, может быть вообще организма, то очищение обоих легких, невозможно было объяснить ничем, вообще, никак, абсолютно, я ему это рассказываю все, вот, значит, и вот через это я ему смог благовествовать, и он оттаял, он слушал, и я говорил ему о суде, я говорил ему о Боге, я говорил ему о праведности Божьей, и все, и мы расстались как братья, он меня обнимает как брата, плачет, уже человек, уже который, ну, явно он воинственный, и он, как бы, не был расположен вообще, тогда, значит, как бы, общаться даже, а здесь так его коснулось, мы с ним расставались, он, вот так у него слезы на глазах, он обнимает меня как брата, и благоставляет, представляете, вот это, всякая религиозная гордыня, национальные предрассудки всякие, это много всего остального, понимаете, оно рушится, когда живой Бог через свидетельство твое, он приходит в жизнь человека, и Бог дает и слова правильные, дает правильное свидетельство, главное, будем открыты к Евангелию, будем открыты к Духу Святому, и Бог дает тогда уже, ну, вот, а вкратце о себе, вот я уже вам рассказал даже, вот, с этого момента было мое знакомство, я начал не с теоретической части, а с практической части, вот, а потом уже теория, уже вернувшись, конечно, я хотел как-то узнать вообще, какую-то теорию элементарно вообще, ведь везде отрицало, что Бог есть, и в моей семье, и в школе, везде, а ведь, было все довольно глупо, как бы, но я ведь с ним пережил встречу, и он более реальный, чем то, что я вообще знал в своей жизни вообще, понимаете ли, конечно, когда я попытался родителям это рассказать, и то так, значит, издалека, на меня уж как на психа смотрели, знаете ли, и мама, мама бояла, что у меня что-то с головой, как врачи напугали ее, что это может быть не без последствий, как бы, момент смерти, как бы, отмирание, как бы, значит, и что-то еще может быть, вот, и она бояла, что за мое здоровье вообще, думала, что у меня галлюцинация была какая-то там, или что-то еще такое, но я понял, что это не у меня проблема, а проблема у моих родителей, и у взрослых многих, это серьезная проблема, потому что мне-то, думаю, повезло, я вернулся, повезло, не то, что там плохо, а то, что здесь есть свои преимущества, плюсы, которых нет там, значит, и наоборот, вот, и одно из преимуществ этого бытия, очень сильный, сильнейший плюс, который прикрывает многие минусы этого бытия, это то, что здесь есть временное вот это измерение, которое Бог создал, пространство это временное, его творение, одно из его творений, которое является с одной стороны проклятием этого мира, с другой стороны великим его благословением, вот великим творением Бога, великим его шедевром, скажу так, слава Богу. Но я знаю, что здесь на земле эта жизнь, она реальная, да, но вот я там, допустим, мог бы эту кафедру насквозь так вот пройти рукой. Не потому, что я нереальный, а то, что она на самом деле не такая реальная, в чем дело. Вот, и все, что мы видим, оно не такое реальное, на самом деле, как оно кажется. Ладно, ну, надо о хорошем чем-то еще сказать. Короче, помрете, сами поймете все это. А так вот, как вот Хаджан Средин правильно говорил, сколько ни говори, халва, халва, во рту сладко не станет. Можно говорить много, читать об этом, слушать, это вот все равно не поймешь. Это пока вот сам не попробуешь, а помрешь, сразу поймешь все. А почему? Потому что там, вот у меня было так, допустим, вот сразу я почему-то понимал все. Знаете, вот, знал все, понимал все, соображал очень хорошо я, как взрослый человек, я так полагал. Вот, я знал, что это Бог, или я сам догадался. Там попадаешь в какую-то такую среду, ты сразу все знаешь вообще. Вот, и тебя знают. Ты как голый, ты как облупленный. Знаете ли, это, значит, это как бы очень... Там нельзя об одном подумать, другой сказать вообще. Там все, вот так вот. Ну, не знаю, мне это очень понравилось сразу. Ну, вот, да. Скажу, что... Когда придем туда, да, вот, из своего опыта, пусть у меня был небольшой опыт совсем, вот, бытия того, да, но, во-первых, он более реальный был, этот опыт, чем вот весь остальной мой жизненный опыт. Знаете, как будто я вот спал 13 лет, и вот я проснулся наконец-то, вот, он реальный. Реальность более реальная, чем все то, что я узнал раньше, во-первых. Приготовьтесь к этому, да, что вы проснетесь однажды. Вот, значит, а во-вторых, значит, что... Там как будто бы за зеркалье. Вот, знаете, вот такое ощущение, вот, как все наоборот. Но к этому сразу привыкаешь. Потому что это, вот, в том состоянии тебе кажется это само собой разумеющимся, нормальным. А вот это, в чем мы сейчас живем, оно кажется ненормальным. Допустим, вот в том мире, да, вот я только что стакан я беру, да, а там как будто я его теряю. И наоборот, то, что даю, как будто я наоборот получаю. То есть все наоборот, шиворот-выворот. Но самое интересное, ты это сразу понимаешь. И там самым позорным, из того, что я понял, является, когда только для себя вот человек живет. Да, вот это самое позорное там. А самое, наоборот, хорошее, но во мне этого почти не было вообще. Это было очень печально, что я кому-то что-то делаю. Вот там этого не было у меня. И это было очень печально. Но это меня Бог простил в этом тогда. Потому что я видел, как бы рука такая, ну, не рука, не рука, не поймешь. Ну, вроде как рука. И она стирала все это вот с моей жизнью. Но одно нельзя было стереть, оно было во мне уже. Вот это стереть, знаете, вот мысль такая вертелась. Вот это нельзя было вытереть никак. А мысль такая была, думаю, вот как бы я мог бы жить, если бы я раньше знал, что вот есть Бог, и я вот так вот опозорюсь вот так вот, и, значит, как бы я мог жить раньше. Значит, и я вдруг сразу понял, что я буду еще жить. Думаю, здорово, а сколько мне будет, когда я снова приду сюда? Мне будет, если я столько же проживу еще раз, сколько я прожил первый раз, мне будет, когда я приду сюда, мне будет уже 25-26 лет. Мне казалось, я такой старый уже. Это куйма времени, это такое огромное количество времени мне казалось вообще. Думаю, это сколько дней, это сколько часов. Будьте здоровы. Вот, значит, это времени уйма. И тут же у меня как бы автоматом мысль такая. А там, знаете, вот как телепатия, или как назвать это, то, что подумал, сразу как будто сказал. Значит, ну это так приятно, так здорово. Тебе не нужно что-то доказывать, разъяснять. Там все понятно сразу. Одним словом описать то состояние блаженное, оно понимание, понимание состояния. И вот я думал, а если буду я еще жить? Сколько я буду еще жить? А потом, и чем я буду заниматься вообще-то? Я в жизни ничего не умею, к позору своему, думаю, 13 лет я ничего не умею. Единственное, что я в жизни умел хорошо тогда, и любил это делать, и умел, это рисовать, писать, живопись, графика. Я ходил в такую школу и в школу художественную. Студия ИЗО, школа художественная. Это была моя жизнь, будем так говорить. Я был по жизни молчаном тогда, значит, и мне больше проще было это нарисовать, изобразить, как бы вылепить. И в основном пейзаж, в основном это как раз живопись. Акварель, гуашь, масляные краски. Вот как бы этим я жил. Сколько себя помню еще с самого первых этих воспоминаний ранних, там, насчет 3-4 года, я уже что-то рисовал, что-то. И всегда это для меня была моя жизнь, как бы. И вот я тогда там подумал так, что если я буду еще жить, то я буду такие картины писать, рисовать, чтобы люди смотрели и лучше становились. Чтобы они вот немного вот то, что я вот понял, увидел, да, это чтобы им открывалось. И знаете ли, и Бог и без того был такой радостный. Он такой был доволен, такой взгляд такой любящий такой. А здесь еще более радостный взгляд еще. Хотя более радостного представить мне было невозможно вот до того момента, до этих мыслей. А здесь он видел, что ему это так понравилось вообще, что я понял что-то. Он еще более так радостно смотрел, вообще это было так замечательно. А потом я вот не помню, как дальше очутился снова здесь на земле. Мне дети спрашивали раньше, когда я рассказывал им все время. Особенно, когда каждый из них достигал вот этого возраста тоже, 13-летнего. Я как-то внутри очень сильно переживал постоянно об этом. Вот им рассказывал постоянно эту историю и как я пережил с ним встречу с Богом. Вот, и они мне спрашивали, папа, ты помнишь, как ты летел там, может быть, как-то, 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 в тело как-то попал. Я вот не помню, а потом говорю, знаете, наверное, даже и слава Богу, что не помню. Наверное, жить с этим было бы, наверное, сложно вообще, честно говоря, воспоминаниями. Но я помню, что снова был в этом теле. Как было вначале только здесь, вот был только, а потом постепенно, вот это, как каток, не каток, но какая-то такая ледяная штука такая, она отъезжала постепенно. И я, куда она отъезжала, сколько она отъезжала, настолько я мог в себя, как бы, заходить, заползать постепенно, как бы. Было больно очень заходить. Но, заместо анестезии, такая была, вот, знаете, такая радость такая была, вот, обезболивающая, вот, такая радость, что я знаю, что Бог есть, и что, вот, извиняюсь, история христианства, я начал свою историю этим рассказывать. Ладно. Ну, пусть это поможет вам. Вопросы какие, может, по истории церкви есть какие-то вопросы, которые, или по моей истории? Ну, если можно, есть и тот, и тот, по вашей истории. Ага. Вот Библия говорит нам о том, что человек, когда умирает, да, он, как бы, как ждет, ну, то есть, там, Иисус говорит, она не умерла, она спит. Ага. То есть, он, как бы, впадает, как будто в сон. Ну, конечно, то есть, есть разные, в церкви, она, как бы, разделена, есть много разных учений, там, ну, да, по этому поводу. И, там, в откровении же написано, что мы же там будем вознесены, ну, воскреснем, то есть, где-то мы будем ожидать, ну, и в ветхом церкви, там, очень много, что человек никуда не попадает, он просто, как, как, в посредине ничего нет, да, то есть, да, но суть в этом воскресенье в чем, что мы в какой-то момент просто оживаем, и наши дела, там, и, потому что дух и тело неразделимы, да, если не ошибаюсь, так, если бы вы говорили, что, как и я, я не остановился, ну, просто, нет телефона, не могу вспомнить. То есть, суть ли в чем, то есть, то, что вы говорите, по сути, это немножко, как бы, противоречит тому, что, как мы попадаем куда-то, если мы ждем воскресенье. Ну, я за что купил, зато продал, как бы, в общем-то, что я пережил, то я вам рассказываю, я тогда не знал христианских никаких теорий, о чем дело, если бы я знал христианство, может быть, я бы по-другому отреагировал на это все, вот, или бы я знал бы ислам, допустим, хотя бы, значит, или там бультизм, или что-то еще, значит, иудаизм хотя бы знал бы, но я не знал никаких теорий. Вот, что пережил, то пережил. Я лично считаю, что мое мнение из того, что я в христианстве узнал, да, я общаюсь с адвентистами седьмого дня, значит, там, и с разными очень группами, значит, радикалами такими, крайними такими, вот, и либералами в богословии, и, знаете ли, я понял такую вещь, все-таки правильно еврейская позиция, правильно. И ты прав, и ты прав. И мы все правы по-своему. Просто каждый видит со своей стороны. И я думаю, что как и в этом мире земном не все так однообразно и однородно, так и в посмертном состоянии не все так однообразно и однородно. Не все так просто. Если было бы все так просто, то все было бы однозначно и в Писании бы написано бы. И тем более, что Писание, как правило, этой теме внимания не уделяет, за исключением отдельных, очень скупых, очень данных. А почему? И, наверное, слава Богу, что так. Потому что если бы Бог открыл бы немного чуть больше, это послужило бы таким бы религиозным баталием, думаю, очень серьезным. И здесь, если бы Бог открыл очень чуть-чуть, совсем понемножку, по чайной ложке, и то это послужило таким расколом порой христианства, как правильно говорите. Вот, а если бы открыть еще чуть больше, то, ну, здесь греха не берешься, наверное, точно. Вот, я думаю, что как и в этом земном бытии все не так однозначно, так и в том не все так однозначно. Допустим, даже свой опыт я не могу до сих пор, до конца в христианство поместить, потому что мой опыт был покаяния после смерти, в общем дело. То есть, понимаете ли, значит, тоже, как бы, классическое христианство, это не очень, как бы, приветствует вообще такой опыт. Любое, протестантское или православное, или католическое, любое. Вот, но у меня вот, говорю, было вот такое, да. Я просто, если правильно Жире понял, то я так еще думаю, что есть, если ты уже с концами туда попадаешь, то уже да, там, как бы, идет тот, возможно, в описании. Но, если человек предназначен, ну, скажем, он там был, там, наверное, ну, как бы, если можно так выразиться, в прихожей, да? Ну, да, получается, да. Он не на небесах, да, был, то есть, как бы, а, потому что Бог его планировал вернуть назад. Ну, да. Понимаешь, поэтому у него по-другому, не так, как вот мы считаем, видим в описании о воскресении в теле, там, и так далее, то он потом, да, ну, я, если правильно понял, вот так же. Ну, да, если бы я воскрес бы, как лазер, там, уже смердящий, тело было уже, подвержено было бы разложению, и взял бы я воскрес бы, я бы там поподробнее вам рассказал бы все. Вот, знаете ли, ну, так как мой опыт был, вот я умер, буквально какие-то минуты, и я вернулся снова, вот, как бы, и мое тело, оно не успело даже остыть еще, то есть, якобы, ну, собственно, меня даже в морг еще не увезли еще, в общем дело, я уже вернулся уже, в это же тело. То есть, в земном измерении это были минуты, вот, значит, но, хотя там произошло, ну, для меня очень многое, уместилось очень многое, честно говоря, настолько, что на всю жизнь оно стало моим, как бы, таким камертоном, что ли, будем так говорить, вот, вот так вот. Ваше решение стать священнослужителем уже пришло после этой встречи, да? Ну, конечно, да, после этой встречи я уже... И в 13 лет вы уже думали, что будете священником в леках? Не, ну, священником нет, я вообще не знал церкви никакой, никакой религии не знал, значит, и тем более понятие священства я... Хотя я видел, что я буду священником, но я не знал, что это я такое, что это такое. Я видел это во сне, я видел себя, уже взрослым, уже с бородкой, там, в длинной одежде. Я еще не понял, почему это длинная одежде, думаю, это может шинель такая, что ли, как бы, нет? А у меня только одна ассоциация была с длинной такой одеждой, и ну, только старого покрою, только такая шинель, длинная такая по землю. Вот как бы ненормальная какая-то шинель. Но спустя много лет уже, когда уже я был священником, я вспомнил тот сон и то место, где я был. То есть я видел то место в селе на своем приходе, на котором я был уже взрослым человеком, священником. У меня был такой дежавю. Я думаю, где же я это видел? Точно я сейчас зайду за эту улицу, за этот дом, и там будет такая улица проселочная, и вот там деревья. Я зашел и точно один к одному. Стоп, я здесь ни разу не был точно, 100%. В Рязанской области, в селе. Я в селе даже одного дня до того не жил. Горожанин типичный. И даже дач у нас не было никакой. То есть вообще даже ночью не ночевал вне города. То есть вот так вот у меня жизнь прошла, городская чисто жизнь. А здесь я впервые в селе, настоятель прихода, мне прислали быть настоятелем храма, сельского храма. Для меня это экзотика вообще. Понимаете, значит, в село приехал. И вдруг я точно знаю, что здесь находится. И я знаю, как будто я уже был здесь. Думаю, стоп, это ерунда какая-то вообще. Я аж про детские свои сны тебя забыл, юношеские уже. И вдруг я вспомнил точно. Просто я видел не так вот глазами, как я вижу, а чуть в стороне. Как и себя три четверти видел, как бы так вот получается. И вот эту территорию видел. Точно. И вот почему длинная одежда. Стоп, это ж не шинель, это ж ряса. Думаю, стоп, вот я понял. И у меня бородка. Точно. Это ж я священником себя видел уже тогда. То есть Бог показал мне. Но я не знал, к чему это. Что это такое? Вообще не знал. Много что видел из того, что потом через 20, через 30 лет стало исполняться один к одному. Вот. Но это было уже после воскресенья. Вот. Но. А тогда я засел за книги по научному атеизму. Моя первая Библия была книга по научному атеизму. Там были цитаты из Писания. Находил я. Узнал, что есть Библия вообще такая. Вот. Именно из книг по атеизму. Вот. Значит. Потом стал охотиться за этими писаниями, текстами из Писаний. Выписывался. У меня была тайная тетрадь такая. Полная этих текстов. В 84-85 годах мне Бог дал уже много этих текстов. У меня нашелся товарищ. В училище уже художественном было дело. И нашелся товарищ, который, будем так говорить, доставал мне Библию. Ну, на время доставал. Почитать. Себе доставал на месяц и месяц.